Кто убил Гитлера? Россия! Снимаем с предохранителя. А, это где находится вообще? Мы находимся в стрелковом клубе «Патруль» и это третий этап конкурса «Мисс Блокнот Воронеж-2021». Сегодня мы проверим наших участниц на четкость глазомера и остроту ума. Как держать, скажи, у меня пальцы оторвутся? Так не надо держать. Нет, как надо. Прям покажите. Вторая рука у нас обнимает, левая обнимает правду. Здесь аккуратно, на кнопочку на эту не нажимай. Не надо сильно его сжимать, потому что выпадет магазин. Центральная, центральная. Которая первая, вторая, третья? Да, да, в самом центре находится твоя мишень. Ну, видишь, это было не так страшно. Теперь перейдем к стадии вопроса. Скажи мне, пожалуйста, чем отличается Великая Отечественная война от Второй мировой? Ну, то, что типа они до России сначала шли, 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 война шла, а потом к нам-то включили. А года не вспомните, какой началась Вторая мировая? Вторая мировая началась в 1939-м и закончилась в 1945-м. А Великое Отечественная? Великое Отечественная 1941-1945. Блестяще, видите, вы отлично стреляете, отлично отвечаете. Далее. Главное, чтобы там пальцы не обрели. И напряги руки, держи хорошо. Отлично. Так, второй выстрел позади. Второй вопрос. Кто убил Гитлера? Россия. А конкретнее, кто убил Гитлера? Стрелок. Какой? Не помню. Ну, вопрос такой немного с подвохом. Кто убил Гитлера? Сталин? Гитлер совершил самоубийство. Иными словами, Гитлер убил Гитлера. А, ну да. А я тогда сказала, просто меня не поняли. Следующий выстрел. Прям вообще уничтожил. Я глаза закрываю, когда стреляю. Убила. А теперь, может быть, блеснешь немного умом. Назови трех русских полководцев, любых вообще, которых знаешь. Ну, я это, конечно, не знаю, точно это или нет, но это какой-то там мельщик или что-то такое. Так, еще, может быть, кого-нибудь знаешь. Емельянин. Очень интересный выбор. Русские полководцы известные. Сталин. Ну, Сталин не совсем полководец. Не, сейчас, сейчас подумаем. Твои начальники. Маршал войны, кто у нас? Жуков? Жуков. Еще, может быть, знаешь. Кто с Наполеоном прославился? Москву жег. Ой, не помню. Не помню. Только Жукова помню. Только Жукова. Да. Суворов. Кутузов. А, тут Куточно, да, были там такие. Все, уже не страшно? Ну, уже не так страшно. Ну, тогда скажи нам, как называется самый зажигательный боевой коктейль? Может быть, знаешь, в фильмах видела, бутылки такие кидают с зажигательной смесью, стеклянные. Знаю. Как называется? Там еще огонь там. Да, да, да. Не помню. Ну, сейчас, секунду, сейчас подумаю. Молодь. Ну, не совсем, но близко. Коктейль МОЛО. Молодец. Давай. Следующий выстрел. Вы там снимайте, чтобы у меня лучше зад красивый был. Остальное не вам. Да? Только это не говорите там в конструкте. Ну и что, куда она попала? Что она вообще это делала? Ну, ты уже отстрелялась, скажи, как эмоции? Ну, на самом деле, первый раз страшно, а потом уже втягиваешься, и это круто. Тебе остался только последний вопрос. Да, давайте. Что значит пойти в штыковую? На разведку? Нет. Еще могу. Нападение. Нападение как? Ну, штыки. Это что? Штыком. Ну, можно так сказать, рукопашный. Да. Все, спасибо тебе большое. Спасибо вам. С вами была Софиша Афиша. Подписываемся на мой ТикТок. У меня уже скоро 10 подписчиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...